Израиль не может вести долгую войну. Это небольшая страна, и жителей здесь не так уж и много. А война требует мобилизации такого огромного процента населения, что вскоре экономика просто перестанет функционировать. ...воевой дух парней. Однако большинство молодых людей предпочитают устраивать свою личную жизнь за пределами базы. Военная база, она как большая деревня. Все встречи и расставания проходят на виду всех. Для юношей три года, для девушек два. Почему в израильской армии служат женщины? Ведь это совсем не женское дело. Ответ на этот вопрос прост. ...численное превосходство. Женщины служат там, где они с легкостью могут заменить мужчин. Это отделение связи, обслуживание электронных систем, канцелярские и административные должности. Большинство призванных в армию. Девушка в военной форме с винтовкой в руках – картина, привычная каждому израильтянину. В Израиле во всех родах войск служат десятки тысяч женщин. Они выполняют свой воинский долг наравне с мужчинами. Израильские парни шутят. Израиль – единственная страна в мире, где, идя с девушкой на первое свидание, ты спрашиваешь ее, где она служила. И зачастую ее боевой опыт больше твоего. Очень важно знать, если человек служил в армии и где служил. То есть обычно, я не знаю, я имею больше уважения к мальчикам, которые служили в боевой части. То есть мне это важно. Это символ мужественности и, не знаю, символ того, что человек не лентяй, что человек не искал простого пути. Здесь нет различий между мужчинами и женщинами. Ко всем предъявляют одинаковые требования и ждут одинаковой оттачи. Батальон был создан в 2004 году, чтобы дать возможность девушкам массово служить в боевом подразделении. Отбор весьма жесткий. Батальон... Были только те корабли, которые привозили нелегальных еврейских иммигрантов. Так именно эти судна иммигрантов, припаркованные у волнорезов города Хайфа, и стали первым израильским флотом. Оружия на них совсем не было, кроме нескольких пушек времен Первой мировой войны. Их называли Наполеончик, потому что они из французской армии. И моряками поначалу были простые рыболовы. В 2002 году, во время мировых переговоров Израиля с лидером Палестина Ясером Арафатом, 13-я флотилия перехватила судно, следовавшее в Газу. На нем в специальных бочках, замаскированных под гуманитарную помощь, было спрятано оружие. Этот груз должны были тайно доставить в Газу. Благодаря успешной операции морских командос, весь мир увидел, что делают палестинцы с теми деньгами, которые выделяет им мировое сообщество. В начале еврейского праздника Шаббат, в самом центре Иерусалима, мы случайно увидели, как два уличных музыканта аккомпанируют солдатку. Звучат здесь и русские мелодии. Как долго будут идти военные действия и литься кровь на святой земле? Наверное, этого не скажет никто. Мир на святую землю не удается принести ни переговорами, ни силами. И хотя путь войны – это дорога в никуда, люди все равно воюют, гибнут, вооружаются и снова воюют. И каждая армия защищает свой народ. Субтитры создавал DimaTorzok